Факап Найт – это шоу, где топовые бизнесмены Украины рассказывают о своих неудачах в бизнесе и как с них выходили. Подпишись на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, как тебе такой формат. С моей фамилией это постоянная история, потому что я когда-то куда прихожу, я говорю, там у меня спрашивают, ваша фамилия Рейниш, как? Рома Елена Йот, Нина Ира Шарик. Ну как бы это нормальная тема, у меня есть куча дипломов по спорту, за футбол, где подписан Рейншин, Рейнши, как угодно, но не Рейниш, поэтому это вообще обычная практика. Хорошо, вы много говорили про стартаперов, фейс-стартаперы взяли, можете кто-то руку поднять? Есть про вас хороший анекдот просто. Не планировал с него начинать, я люблю с него начинать, но думал, на этом ивенте не буду. Но так как много раз уже говорили слово стартапер, думаю, расскажу. Встречаются два старых друга, один спрашивает, кто чем занимается, один у меня IT-компания, второй такой, класс, у меня стартап тут какой, публичный дом. Такой, круто. Слушай, а что почем? Ну, оральный 200, окей, анальный 300. Он такой, а классика? А классики нет. Почему? Ну у меня же стартап, все сам, все сам. Поэтому я вам желаю, чтобы вы никогда не делали бизнес, все сам, все сам. Давайте теперь немножко о факапах. Я на самом деле, я смотрю, шутка поздно доходит, разносится постепенно. На самом деле я думал долго о чем рассказывать, потому что у меня, к сожалению, нет плохсивых историй, как я начинал бизнес, как я переезжал с другого города, ночевал на вокзале, как мы что-то запустили, у нас рухнул сайт, мы потеряли 400 тысяч гривен. Нет. Сори. Нет. И бизнес готовить за день более чем достаточно. Мне даже, я думаю, ни хера себе человек сидел 8 часов, планировал бизнес. Обычно это происходит так. Слушай, давай тачки гонять с Америки? Давай. Главное создать торговую марку, давай сразу name закажем где-то по-богатому и будет все окей. Ну окей, давайте перейдем к одной из нашей ошибки, которую мы сделали в образовательной платформе Labo. Мы давно уже немалый, даже по меркам книжек средний бизнес, но мы очень большие. Мы среди русскоязычного мира клиентов у нас 70 стран. И мы решили, что окей, продавать на русском языке это, конечно, круто, но твоя капитализация сильно больше, когда ты можешь продавать по всему миру не на русском языке, не наших русскоязычных спикеров, которых мы там с субтитрами или там они переведут. Нет. Мы решили, что мы хотим идти в Америку. Сейчас у нас есть бренд Elevator, где преподает там, допустим, директор по аналитике Google. Мы есть в Венгрии, мы есть в Польше, где у нас продают местные лектора, где у нас есть отдел продаж в Венгрии на венгерском, но это сейчас все окей. Первая страна, в которой мы решили нужно идти, это была Бразилия. Почему Бразилия? Это хороший очень вопрос, я не знаю. Просто мы думали, что очень круто там будет иметь офис, зимой прилетать на карнавал, мы будем это сидеть, я реально очень хотел там, я даже поеду открывать офис. Я говорю, вообще легко, на пару месяцев. И мне казалось, это круто. И на самом деле мы сделали исследование раз в жизни. Я никогда в жизни не делал исследование. Зачем? Все супер просто. Я всегда говорю, продавать можно что угодно в любой стране мира. Какая разница? Мы знаем, как продавать. Я могу по телефону продать кому угодно, даже вообще не встречаясь. Зачем проводить исследование? Но тут мы решили, ладно, нужно провести другой мир, далеко еще летать туда. Оказалось, что там экономика и деньги в образовании больше, чем в России. Почему-то мы подумали, круто, что они действительно очень сильно обучаются. Я подумал, класс. И узнали даже темы, которые для них супер важны. Тема номер один – это была законодательная форма с налогами. У них там как-то слишком сложно. И у каждого бизнеса есть проблема, что к нему приходит налоговая. Мы подумали, класс, нужно выходить в Бразилию. Но нужно же как-то продавать. А я всегда говорю, да господи, какая проблема найти в Киеве человека, кто говорит по-русски, знает португальский язык, не вижу проблемы. На самом деле на все страны мы нашли, кроме Венгрии. Потому что найти там в Украине, в Киеве венгра, который знает русский, невозможно. То есть есть вуйки там где-то на западенщиной, но они не знают ни русский, ни венгерский. Но в Бразилии нам повезло. Мы зашли на Headhunter. Было одно резюме человека с Бразилии. Мы наняли эту девочку. Все нормально. Мы думали, ну класс, она знает их менталитет, все круто, нам сейчас все расскажет. И она действительно, у нее даже был какой-то нормальный бэкграунд. Мы ее взяли Project. Потом начали искать продажников. Нужно же было их найти. А еще есть проблема, надо же как-то проверить язык. Когда ты не знаешь португальский, это как-то сложно чуть-чуть проверить. Но с горем пополам мы через эту бразилианку его там проверяли. Нашли одну девочку в Португалии. Она у нас была. И нашли. Я считал вообще супер кандидата. Я его там лично ездил, два раза хантил. Парень работал в агробизнесе, летал постоянно в Бразилию, продавал им. То есть идеально. Учился в Португалии. То есть вообще идеальный кандидат. Работал в Бразилии, был много раз там, знает португальский. Так мы наняли, запустили первый курс, запустили рекламу. Сделали какую-то там международную платежную систему. Проблема началась номер один, когда мы им начали, естественно, звонить. То есть в Украине мы там, в русскоязычном мире мы привыкли, что мы делаем лендинг себе без цены на сайте. Они оставляют. Мы звоним, продаем. Все классно. Тут все работает. Начинаем рекламу запускать. Лиды дешевле, чем в Украине. При том, что в Украине лабу знают все, наверное, уже кто нам нужен. Там я думаю, нихера себе, лидов много. У нас нет бренда, они супер дешевые. Думаю, вот это мы вообще поймали фортуну. Начали им звонить, они не отвечают. Ну вот, отвечает один из десяти. Ты думаешь, yops today. Ему же еще нужно попробовать продать. Считается крутая конверсия. 15% у нас конверсия там следов в оплату, если без цены на сайте. А тут один отвечает. То есть нужно получить 100 лидов, чтобы сделать одну продажу. Десять из них ответят. И даже несмотря на то, что математика еще пляшет, потому что лиды там по одному доллару, ну не очень эффективно. Потом нам рассказали, что нужно общаться по WhatsApp. Мы такие, окей, надо там купить симку. Купили там симку, отправили DHL сюда. Но чтобы этот долбанный WhatsApp работал, его нужно было ставить там в телефон, там активировать, и тогда будет все классно. Хорошо. Купили вторую симку, вставили там в телефон, отправляем DHL. На таможне нам сказали, табу нельзя забирать. Говорим, пополам дали взятку, забрали как-то телефон. Не знаю, почему у них телефон вызвал какие-то подозрения. Все классно. Можно звонить, можно писать. Они реально отвечают. Ну правда, отвечают они в лучшем случае лол. И на этом все заканчивается. А еще у них есть такая крутая тема в Бразилии. Они все покупают в 4 платежа. Вот ты идешь по рынку, там что-то стоит 50 баксов, и ты автоматом оформляешь в 4 платежа. Почему, не знаю. Не знаю, вот так вот у них. На улице ты что-то берешь, какой-то телефон за 50 долларов, сразу автоматом тебе выписывают счет на 4 платежа по 12,5 долларов. Да, вопрос не в налогах. А почему они, кстати, не отвечают, мы потом узнали. Потому что они всегда думают, что им звонят банку с банка по их кредиту. Незнакомый номер. И как-то так. Начинали мы продавать по 200 долларов. Все вроде бы классно. Решили уже потом. Тяжело идет группа. Там человек 20. Хотя на первых группах в лабе там было 25 вроде норм. Решили сделать уже, думаем, попробуем. Поставили ценник 50 долларов. Я просто помню, как мой менеджер каждый месяц ему звонит и напоминает, с вас 12,5 доллара, с вас 12,5 доллара. Но за неделю до старта первого курса у нас пропал лектор. Нет, не агрария. Он был менеджером по продажам агрария. Мы нашли там специалиста, которая работала в налоговой, которая Маккензи, по-моему, работала в Бразилии в представительстве Маккензи. Договорились с ней за гонорар, дали предоплату, подписали договор. Неделя до старта, лектора нет. Ты думаешь, класс, первый запуск будет чувствовать супер успешным. С горем пополам мы запустились, как-то ее нашли. Подключали вообще все возможные там связи, людей, полицию в Бразилии, чтоб ее искали. Что надо знать, если она там умерла, надо искать ее замену, как бы либо переносить, но как-то что-то нужно делать. Промучились мы с Бразилии, наверное, месяцев пять. Так я туда не поехал. И закрыли Бразилию раз и навсегда. Это, наверное, такой единственный проект, который мы делали в ноль или даже маленький в минус в лабе, что другие рынки у нас пошли хорошо. И, наверное, мораль всей басни. Вы можете делать сколько угодно исследований, но если вы не понимаете их каких-то, вот у вас нет, пару людей бразильцев, которые вам могут реально сказать, что она нам не сказала, что они все будут платить 4 платежа. А у них еще такая тема. Она была афроамериканка по цвету кожи. И когда я ее там за что-то вызывал и говорил, Лис, почему ты не сказала, что они все платят в 4 платежа? Она потом приходит к этому партнеру и говорит, Илья расист. А мне до этого рассказали, что с ними надо настолько мягко, потому что чуть-чуть у них это гендерное неравенство. Я ни с кем со своих продажников так не общался никогда нежно. И при этом все равно сказали, что я расист, что я не люблю женщин. Уволили Лис, закрыли проект. Такая у нас была потерянная 5 месяцев. И так я не слетал ни разу в Бразилию. Придется просто так летать на карнавал. И была у меня еще одна история у нас. У нас есть второй офис в Харькове. Мы его когда-то открыли. Второй отдел продаж. Потому что в Харькове ты можешь платить в 2 раза меньше, чем в Киеве. И когда еще был жил в Кернес, они с этой зарплатой просто с ноги открывали ему дверь в кабинет. Они там себя чувствуют супер богатыми. То есть тебе проще получать кадры, проще бороться за них. Они лучше остаются. И все вроде бы классно. Я поехал туда на 3 недели. Наняли команду. Я туда ездил раз в месяц. Потом начал тим лидов отправлять. Я понимал, что там тоже нужен какой-то роб. Сначала я хотел найти какого-то аналитика, потому что я фанат цифр, все такое. Потом я думаю, господи, зачем мне искать аналитика, если всю систему все равно сделал я, и я ее буду дальше делать, ему нужно следовать. Думаю, нужно найти лидера такого харизмата, чтобы все было классно, чтобы просто была хорошая атмосфера. Мы обратились в рекрутинговое агентство, с которым работаем всегда и в принципе довольны. Нашли они нам парня. Такой 110 килограмм. Здоровенький такой чуть-чуть. И я его лично собеседовал, что самое страшное в этой истории. Потому что все было хорошо на самом деле. Да, он был немножко своеобразный. Ему было не свойственно понимать, что он сможет зарабатывать там две тысячи долларов. Но все было на самом деле. Мы поехали в Харьков, там, свозили его в Киев. Адаптация там. Это подарок. Я ему подарил абонемент. Айфон перевелся. Подожди. Абонемент в фитнес-клуб, там, чтобы с ним занимались. Чтобы поставили экипи ему на снижение веса. Там, ну, все. Работали. Реально работал очень серьезно. Да. Вообще не шучу. Скинул. Но суть не в этом. В деньгах он нам благо не скинул, потому что один человек сложно… Как это правильно сказать? Сложно ломать систему, когда она сильно хорошая одному человеку. Но у нас было с ним постоянно то на него жаловались, то какие-то еще штуки. А потом был хит, после которого мы в лабе очень печемся о нашей репутации. Вот если реально кто-то пишет там негативный отзыв в фейсбуке, несмотря на то, что их у нас тысячи позитивных, там, если не десять тысяч, нам абсолютно плевать. Одна единица никак не влияет на лабу. Но нам не плевать. Мы реально сами или я, или мой партнер связываемся, если это какой-то там серьезный разнос полетов. То есть у нас есть клиент-сервис, который может… Но если какой-то серьезный, то позвоню или я лично, или мой партнер. Мы там стараемся сделать все, чтобы человек остался доволен. Даже если он немножко редиска. Ну что делать? Пускай он останется довольным, но желательно потом в будущем к нам не вернется иногда. А тут он проводит конкурс. Мы всегда нанимаем через конкурс. Приходит там 40 человек. И какой-то там ему кандидат говорит, там, я раньше работала с детьми, что-то еще. Он такой, а, ну работать с детьми легко, они же тупые, там что-то такое. И эта барышня уже начинает писать этот пост. А это оказалось там чей-то знакомой. Ну короче, успели потушить пожар там последние секунды. Потому что если бы такое вышло, я думаю, нам было бы сложно. Потому что он же это реально и сказал. Это не то, что там кто-то перекрутил информацию. Уволили мы парня через полтора месяца. Вот с ним постоянно были такие истории. Потом я решил, что не обязательно должен быть харизмат. Должен быть человек, который может вести нашу систему. Он может быть тихоней. Главное, чтобы он был системным. У меня есть селс-клаб, там, куда мы встречаемся каждую субботу, качаем продажи. И у меня был подрядчик на инстаграм. И этот подрядчик на инстаграм ввел еще одного клиента. И я ставил кипя. Так, ежемесячно должно быть три продажи селс-клаба. Мне все равно как. Это рассказы, что инстаграм это в долгую. Sorry. Я еврей. Мне надо каждый доллар, который я плачу, он должен возвращаться ну хотя бы доллар пятьдесят. По-другому не работать. И она этой клиентке продала идею, что ей нужно взять у меня консультацию, чтобы потом вступить в селс-клаб. Она вступила в селс-клаб. Нормально. Она пошла по своим клиентам продавать. Ходила полгода. И я потом начал, почему-то у меня было усердие. Я решил, я буду 365 дней в году бегать на беговой дорожке. Не на улице, потому что я презираю все эти марафоны. Я когда еду куда-то, они бегут в марафон. И ты думаешь, почему нужно перекрывать весь Подол. У меня офис на Подоле. И когда есть марафон, все, на Подол заехать нереально. Всегда думаю, бегите в лесу, бегайте вокруг стадиона. Я поэтому принципиально бегал на дорожке. И она мне как-то приходит на встречу клуба, говорит Илья, она тоже спортсменка, все класс. Приходит она на встречу клуба, говорит, давай вместе побегаем. Как-то на улице ты поймешь, это прикольно менять. Я говорю, Кать, послушай. Мужчина, девушка начинают бегать. Ты же понимаешь, что между ними начинается на меня. Послушай, мальчик, то, чего я не хочу, никогда не происходит. Думал, нормально. Побегали мы два раза. Пошли на свидание. Я подобрал прям место, я уже знал, у воды. Ну настолько все красиво, теплая погода, лето. Там заказал кальян. Я просто курю кальян каждый день, поэтому я не хожу там и бегаю. И капитан футбольной команды. Вообще не влияет ни на что. У меня два сердца. И у меня есть старый трюк, который я вообще всегда делал еще, когда мне было 18 лет. Он отлично всегда работал. Я говорю, спорим, что я смогу дымом пустить цифру 5? Ну, в смысле? Это же нереально. Я говорю, спорим? Нет? На что? На поцелуй. Мальчик. Нет. Я говорю, да ну как можно цифру 5 пустить дымом? Ну как ты это сделаешь? Короче, как-то я раскатал. Мы спорим. Я затягиваюсь. Выдыхаю, поднимаю и выпускаю вот так вот. То есть римскую пятерку. Всегда эта тема заходила вообще на ура. Это парни. Вот как можно найти девушек? Вообще легко. Но девушка оказалась не промах. Она говорит, это не цифра 5. Я говорю, в смысле? Ну, цифра 5. Она говорит, цифра 5 должна идеально сходиться ровно. Она говорит, смотри. Молодой человек зовет официанта, он подходит. Она говорит, дайте листики ручкой. Рисует ему вот так две полоски. Я говорю, что это? Я думаю, пацан, хочешь хорошие чаевые? И он говорит, ну я не знаю, усики какие-то. Все. Короче, поцелуй в ресторане не вышел. Все в итоге сложилось. Мы уже почти год вместе. Вот такой у меня был третий фокап. У меня, наверное, все. Спасибо вам за время и за внимание. Пока северная сф flow. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин.